позвольте товарищи у меня все ходы записаны или ночь вечером вечер до из россии соединенные штаты россия зачем стоит у вас тоже украина стоит ну а в чем разница розетка у вас как в штатах прикручена розетка у меня как в штатах прикручена и тут и дверь сзади штатовская белая с хом депо ну не с хом депо но забела слов со нет даже не слов до высшего только не говорите мир отдельно там выглядела дешево но выглядит она дешево тут дверь на самом деле цель на деревянные но не важно цель на деревянную не будут белый цвет окрашивать потому что цель на деревянно она именно и ценно тем что видно дерево любить на любителя есть был такой тут один до меня умник вот вы же не скажете вы не станете отрицать что кирпичик раз белый цвет я вам даже не скажу пойдите поскоблите чтобы я увидел что это дерево это ваше дело то есть ясно я стали как занимаюсь я знаю что такое поверьте проверял вам я же разве оспариваю слушать и тем более мы соседи по глобусу ну по глобусу примерно так что обсуждаете тут с украиной то вы представитель украины или вы представляете украину или просто от имени украины нет я выше выбирали украину важнее меня я выбрал украину а попал в соединенные штаты так поэтому я говорил вы же с украиной что обсуждаете когда вы попадаете на украину хотел бы сейчас узнать почему идет такая милитаризация общества мне интересно милитаризация обществе да именно украинского общества такая сильнейшая такая жестокая жесткая милитаризация общества мне здесь только же внутри человека подпались подряд вот трое подряд и трое пели дифирамбы англии соединенным штатам что к ним прилетели три военных самолета с этим с как его с оружием вот я хотел узнать почему причем тут что случилось с людьми а вы посмотрите скобееву киселева там и прочее скобеева киселев у меня такое ощущение это вот сделано на экспорт в данном случае именно на экспорт и кто их не сможет сделать а этот самый придурок как его зовут этот редактор какого-то военного обозрения коротить это тоже на экспорт вы знаете я их не смотрю кстати я их не смогли знать и почему на украине их смотрят если на украине запрещены я вам объясню я вам объясню обездано что на украине смотрят смотрят цитатками вот я вам объяснил товарищ не дали как три дня назад в присутствии минимум двух депутатов госдумы объяснял на такой интерактивной карте на эти стрелочки рисовал пальцем и так далее как будем наступать на нато и какими методами это будет делаться по дороге случайно так захватим и остров год ландши шведский который даже не на то ну как говорится лес рубят щепки летят а как и как на это надо реагировать если главнокомандующему их попала в ажа под хвост два месяца назад или полтора когда он выкатил этот идиотский ультиматум а штате не обоснованном вот это сказал это необоснованный ультиматум был обоснована чем я вам скажу вы соединенных штатах ведь надо с правильным уже определиться и чаш да ну и вот я тоже вы помните карибский кризис свое время был конечно помню не левский кризис когда там советские ракеты правильно мы были на грани войны правильно да с одной стороны куба тоже могла сказать соединенным штатам какого хрена вы сюда лезете это не и ваши это наше правильно но соединенные штаты настояли чтобы эти ракет там не было советским союзом договорились ракеты убрали правильно правильно если сейчас вдруг ракеты российские появятся где-нибудь в мексике тихуане например или в той же самой венесуэле грубо говоря да вот и жила дура ну соединенные штаты тоже скажешь свое большое фея скажут нам это не нравится соединенные штаты могут поставить тоже с легкость по секунду же сделки что перебил подождите это же сделают все чтобы этих ракет там не было поэтому поведение я не президента скажем российской федерации вполне обоснованы и укладывается в парадигму что нет явно без них не обоснованно я объясню в чем от но не обоснованно объясните в чем изменилось что изменилось скажем с июля прошлого года до декабря в каком смысле что изменилось за последние три года в каком смысле что изменилось в каком смысле но в внешней политической обстановке принципе продвижение нато на восток в том-то и дело поэтому я говорю большую за последние 10 лет как минимум секунду за последние 10 лет как минимум а если считать так уже получается больше 11 нато никуда не двигалась . что вдруг вот 11 лет было все хорошо и спокойно и никого это не мешало вдруг срочно приспичило поэтому я говорю уважаю под хвост что изменил я вам сейчас скажу это же просто давай в польше базу не построены американскую 2 миллиард строили на польше в нато минутку минутку польша в нато с я не помню помню 2000 в какого-то первого третьего года что-то такое правильно построили базу построили да на украине в очакове строят базу англичане то ли американцы хрезать кто там строй до строя американцы строят базу в основном разведыватель грузии стремится тоже то есть россию окружаю правильно то есть вполне логи будет сканировать дерма но не прерывайте меня дать я закончу вполне логическое объяснение со стороны президента россии убрать эти резки никакой логика в этом нет нато это оборонительный блок нато ни на кого не нападают serious нато а это россия серьезно на кого напал он не давайте давайте на кого напалом нато и 4 contain нато захватило давайте давайте да вошел в афганистан да то кто вошел в афганистан на то нас вошло афганистан члены нато вошли в афганистан отчлены на то это страны если какая-то страна из наду залезла в Афганистан, в Африку, в Индокитай, куда угодно. Это ее личное дело, и разбирайтесь с ней. У вас есть претензии к США, предъявляйте претензии к США. Вы предъявляете претензии к НАТО. НАТО это оборонительный блок, который был создан даже еще до Варшавского договора. Поэтому все эти глупости, что Варшавского договора нет, значит и НАТО не нужен. Почти так оно и было. Но Российская Федерация решила, что нужно объяснить на то, что они имеют право на существование. Что она и сделала. Еще раз. Кому-то, кто-то собирается нападать на Россию. Вот вы же здравомыслящий человек вроде бы. Кому нужна это нападение на Россию? Зачем? Как зачем? Как всегда. Что значит как всегда? Объяснить. Ресурсы. Какие ресурсы? Природные ресурсы. Самое главное. Людской потенциал. Вы смеетесь? Вы американец, понимающий, как работает экономия? Кому нужно кормить эту ораву? Они прекрасно добывают за гроши и продают эти ресурсы, потому что им жрать нечего. Зачем нужно занимать эту территорию? Кому нужно поддерживать эти огромные бескрайние снежные пустыни и держать там свой народ? На хрен надо? Они продают прекрасно по сходной цене и половину денег оставляют у вас дома. Зачем? Какие ресурсы нужны? Кому? Китаю? Да. Китай на них нападет. Или не нападет, а просто съест. А Америка будет нападать на Россию. Я не сказал, что Америка будет нападать на Россию. А кто? А кто больше? Подождите. Давайте по очереди говорить, потому что вы говорите, потом я скажу слово и вы опять говорите. Вот если вы перемотаете потом запись, то увидите, что говорили только вы. Я не записываю, поэтому можете продолжать. Мне нечего перемотать. Хорошо. Тогда я перемотаю, чтобы не выглядело, что только вы были в разговоре. Понимаете? Пожалуйста. Так вот, к чему я говорю. Если Россию рассматривать как бензоколонку, газовую колонку, лесную колонку, как хотите, назовите, птицефабрику или еще что хотите, так и назовите, для чего к ней придвигать боевые части и ракеты? Если вы и так ее имеете, для чего ее придвигать? Какие ракеты придвинули конкретно к России? Как бы не было. А, так, минутку. Вы же сказали, что вы придвинули. Какие бы не было. Какие ракеты придвигают к России? Я не знаю, какие ракеты. Я вам сейчас не знаю. Никакие. Пока никто ничего не... Пока нет. Пока стоит инфраструктуру ракеты завести за неделю можно. Что вы? Вы ведете себя как маленький... Так это можно было завести 10 лет назад. Кому это мешало? Так, а сейчас вдруг вспомнили, что... Еще раз, еще раз. Еще раз, Балтика находится в НАТО с начала этого века. Никто туда не сильно ничего не завез. Вы не понимаете до сих пор. То есть вы как-то пытаетесь прогнать вот эту российскую мантру, что им все угрожают. Я не пытаюсь... И вы пытаетесь... Минутку, минутку, дайте закончить продолжение. И вы пытаетесь отмести самую простую вещь. Это называется историческая память. Румыния, Польша, Чехословакия, вся Прибалтика, Финляндия прекрасно помнят. Польша уж точно. Прекрасно помнят и 1939 год, и 1940. А Польша так и несколько веков до того, как все ее разделы, как их там дербанили. И поэтому они хотят отгородиться, чему можно. И поэтому они хотят иметь над собой какой-то зонтик. Единственный возможный зонтик сегодня это НАТО для них. Все? Вот это вот вся единственная... Против кого зонтик? Против кого зонтик? Против Российской Федерации, которая доказала уже не один раз. Это не против кого, а от кого. От кого, а от кого. Зонтик, бить мне минутку. Нет, это большая разница. Извините. Зонтик это от дождя, а не против дождя. Зонтик дождь не может предотвратить. Но зонтик может оставить вас сухим. Вот в этом большая разница. Потому что зонтик дождь идет оттуда. То есть в данном случае дождь идет из Москвы. Не Прибалтика решает, будет дождь или не будет. Когда не будет. Но прикрыться с зонтом и дождь после нас. Я вас понял про зонтик. Когда-нибудь в истории на Россию нападала Германия, Польша, Франция, Швеция. Нападали или нет? Нападали. Правильно? Начнем по порядку? Не, не, не надо по порядку. Не надо по порядку. Я вам говорю, нападали или не нападали? Нападали. Можно сказать, что нападали. Не можно сказать, а нужно сказать, что нападали. Вы не попрете против истории. Нападали. Нет, я попреку против истории. Почему Франция нападала на Россию? Минутку. Почему Франция нападала на Россию? Какая разница почему? История, расскажите. нападали или нет матчем нет почему почему бы не было нападали или нет я вас про нет сам кого почему бы не было россия напала на францию можно оправдать на потом длинную мир читали фильм смотрим оправдать нападение конечно можно конечно если вы напали первым так я буду защищаться до защиты вы не на территории эти на территории врага ли вы слышали вы историю знаете хоть чуть-чуть нет давайте разговаривайте сказать что на моем пригод вы упомянули вы меня не прерывайте хватит вы как украинский блогер разговаривать разговаривайте нормально будьте в рамках немножко вот как я в рамках вы говорите как российской перри пытайтесь меня заговорить я вам не покорчиваем вещи пока за объективные факты давайте объективные вещи на россию нападали как бы ну не надо по на россии на россию нападали в ответ я сказал давайте разберем 812 я не хочу разбирать он 11 год но вы же сами только что сказали что нам молит вы меня прерывать есть ли страна защищается это нападение вы нормальный человек я абсолютно норма же мелко манипулировать и белое я вам говорю на россию нападали в горите не нападали нет франция на россию не нападала рафа ли он был в москве вы плохо слы российские войска были в париже конечно были ну так и все когда наполеон пошли пришли червиш наполеон был в москве значит а российские войска были в париже значит россия напал на франции он а назад они были в париже не правда а как а что было а а австралийс был когда до 12 года или после 12 года вы еще и что там делала россии шали что я сказал нет я услышал вы не услышали вы пытаетесь отрезたい свои выпадали на россию еще раз мы говорим сейчас про франции 0800 в 806 году Россия нападала на францию на какой территории на территории Австрии на территории австрии на территории австрии на территории франции она на полу вы война войной мир помните фильм активит ведор их а на 남자 лежит и смотрит на небо австерлица это где такое него делали французы на территории австрии какое ваше то дело они разбирались у них была своя империя вы как туда попали прикольный что хи 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 вы подписали договор вы подписали договор тильзитский договор с наполеон россия подписала тильзитский договор с наполеоном воевать против англии и вместо этого делала наоборот поэтому наполеон вторгся в россию он пошел против царя вы для тебя вы для чего подождите он прошел против но но потому что вы несете вы выбираете вот один не заговаривать я уже популярно просто объяснил насколько просто возможно соединенные штаты делали бы то же самое если вдруг россия хотела бы рассредоточить свои ракеты или свои войска где-нибудь венесуэле в никарагуа на той же кубе соединенные штаты вели бы себя то же самое выдвигали ультиматумы и все остальное поэтому я не вижу чего-то такого экстраординарного что делает россия давайте объясню и все остальное карибский кризис вы упоминали не я я упомянул да карибский кризис почему он возник потому что возле кубы вернем до кубе появились россии зачем он и зачем в кубе установили эти ракеты зачем бы не было для а ну все я понял то есть причины никому не нужны никого не яичницу на них жарили какая разница они там были не она полет разница большая разница большая мне например не разница большая ракеты на кубе ставили не говоря обороны мне не хотелось чтобы мои ракеты или мои ракеты моей бывшей страны падали бы мне на голову и я на стороне властей соединенных штатов чтобы сделать все чтоб это не произошло во богу слава богу вы наконец это сказали что глупый человек я большая разница точно в одну и поэтому я думаю нет вы пытаетесь манипулировать и манипулировать глупо даже потому что нормальный человек мани ракеты на кубе ставили не для обороны кубы а для нападения на сша единственно кто мог бы набор не только раз для чего в гардер ракеты в германии в турции для чего ракетанковая бригада больше для чего для обороны польши от придурков вы откуда вообще у вас украина стоит вы откуда родом из турции вы из турции вы родом из турции да серьезно что я не понял мы с вами установили что мы оба в сша так причем украина не украина шнуров из откуда вы родом не интересно я пытаюсь понять ваша россии россия вы с россией давно но из россии до кого-то не получилось что вы из россии а из россии фастера не из россии и не из россии но мне это радует и что да мне все равно что вас радует как получилось так что вы настолько возненавидели свою бывшую страну что оскорбляете ее народ саму страну и все остальное как получилось что могли оскорбляйте народ где он оскорбил народ это сражали вот эти дураки или там еще как-то что хотят я если если во главе стране стоянки сказали оскорбление народ 40 миллионов голодранцев это как это нормально этого я не говорил не вредно если вы записываете фильма не врите не вредь хорошо я сказал что я сказал что никого кроме не надо я не сказал что 40 миллионов голодранцев у вас есть запись перематывая перемота я этого не говорил так перемотайте конечно перри а как возненавидел очень просто когда начинаешь искать читать историю начинаешь понимать что коммунистическая россия сделала для всего мира какую радость она принесла миллионов миллионам людей когда ты понимаешь с кем ты имеешь дело всю нас когда это дело сколь минутку 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 когда это дело закончилось все были очень счастливы и рады и думали что это навсегда выяснилось что нет выяснилось что мы сейчас имеем дело с называть это ссср 20 называйте это очередной виток фашизма как угодно но на самом деле это именно это сидит не знаю он не он или кто-то его там за веревочки дергает сидит товарищ который у которого вот такие вот мысли в голове и который считает что и и пытается людям донести что страна великая что никто им перечить не может вот уже я тут хожу по россии и смотрю в ней себя не представляете сколько мне объясняют что что такое украина кто такая польша что такое германия кто такие на то есть россия сша и китай все остальное мир не существует для них но а вот это мной основных не существует как центра силы вам правильно сказали есть три центра силы основные я считаю что есть два центра силу ну ладно но это не иметь центр силы или не иметь его это не значит что остальные не существуют они читают вам никто не это не считает что стране не существует значит а не уже с ними разбила как можно сказали не существует на ней неправильно и на тост им это вдалбливать в голову кто надо вдалбливать вы по украине да конечно как конечно как впечатление с переменным успехом есть ватники не а я снимать вы пробовали поставить российский флаг и гулять по украине да конечно 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 как я же вам говорю есть ватники есть не ватники есть большинство разумных говорит отъебитесь от нас парня пардон за некрасивое это самое и все и оставьте нас в покое кому вы нужны живите себе там как вам угодно хотите благоденствуйте хотите с голоду дохните только нас оставьте если вы никто их не трогал бы в четырнадцатом году это была бы братская страна там были бы единицы везде есть они которые узко националисты которые резко против всех вот мы и так далее я нет и они есть везде я думаю что вы не будете отрицать что то же самое если в америке и в германии и в россии где угодно но если бы их не трогали потому что кому-то нужно было повысить рейтинги поэтому полезли в крым а полезли в крым так аппетит приходит во время еды как говорится почему бы еще кусок не отхватить если нет сопротивления но так и соответственно люди очень не отхватили я еще раз говорю потому что сопротивление началось потому что боялись видимо пойти туда откровенно не снимая шевронов почему потому что он гонали захватывали крым никто не воевал это еще раз это личное дело украины и того что там произошло там было много разных факторов на это факт фактор самый простой которым красиво правильно воспользовались это отсутствие руководство которое вероятно даже сами и ликвидировали это номер раз номерах доля поджитие стату кто ликвидировал но я не имею ввиду убили я имею ввиду что убрать убрали кто того же януковича кто но кто путин сказал что вывезли что эвакуировали из крым ну вот смотрите если россия сделала моего нет я про майдан не говорю я говорю про результаты янукович находится в крыму двадцать там второго числа вместо того чтобы сказать ему дорогой друг мы тебе всем поможем вместо того чтобы янукович вышел и сказал у меня тут 20 тысяч моих войск мы сейчас идем освобождать киев от этих самых но он этого не сделал он просто осмысл или он смылся и и его смыли по мне так его смыли потому что это было как бы помогала цель захватить хорошо власть взяли минуту власть у меня не я уже понял вас это все путин майдан за власть захвати взяли в свои руки он тут майдан я вам этого не говорила взялась взяли в свои руки председатель верховной рады назначены на тот момент турчина правильно то есть он исполнял обязанности президента правильно да почему он не отдал приказ защищать крым там были части там было сколько 20000 да по моему украинских военных что такое да почему не был отдан приказ любыми способами защищать территорию украины почему не было войны почему не было войны потому что не были готовы стрелять в братушек своих ближайших тогда другом этого еще на другой вопрос секунду я коротко я не хочу додолго растягивать не очень коротко мнение 2 армия набиралась по региональному принципу не у вас последние находились рядом с дачка на предал кто предал тот предал хорошо второй вопрос здесь муссируется мнение того что на 2004 год у украины не было армии нечем было защищаться вот не было все нет 1000 на 14 на 14 год на 2014 год у украины не было армии нечем было защищаться куда делась армия армию раздербанили очень очень клономерно и красиво кто украинское руководство о почему не взять сейчас украинское руководство извините за выражение за кахон из и потрясти кверх на простой причине это одна простой причине потому что его там нету потому что все мало того там же были граждане и российской федерации министр обороны гражданин российской федерации за нормальных командным дома как он называется председательriscu ever вы нормально ч wait are you в каком году взяли у каком какие годы был вот этот российской федерации гражданин министром обороны какие в конце в конце правления инукович в конце правления то есть вы мне хотите сейчас сказать что три военных округа огромных плюс оружие которое шло западность центральной северной группы войске а села на украине умудрились распродать за два года в этом не хотите смеетесь нет вы вы совсем чего чет не совсем вы мне правильно доправил все оружие кто просрал армию скажите мне просто еще раз раз дербани вали и раньше кто-то сказал три военных округа и так далее там было полное но и осталось до сих пор много старого оружия и что куда что с ним делать то есть танки т-64 и все представляете сколько лет этим танкам их там сотни их модернизирование канонику никого не продали и что а почему не развивала покрасили пошло дальше но по сравнению с чем патч минимальная ракеты противо противотанковая из этого делает просто кусок металлолом что он и и на и украинское государство не развивала свою армию в течение вот всей независимости потому что украинское государство считала что с западной стороны на них никто не нападет там на то которому-то на хрен не надо с восточной стороны вообще братья но кто же на нас будет нападать может с кем вы и положение сказать по этому поводу давайте вот украинское государство как вы говорите да вот не газу да именно государства кстати не народ украина именно государство но молокала так что с востока у нас братья на нас не нападут с запада если на нас вдруг нападут или та же турция нападет или еще я закончу если кто-то на нас нападет запада или та же турция или тоже там в европа кто бы ни на полос то россия же от пряжи приобретут и спасут вот именно так значит поэтому поэтому и не подписали отдыха я понял поэтому исходя из этой логике не подписали а всегда хитрожопые были я понял смотрите логике никакой нету это так сказать всегда хитрожопые теперь теперь вы обвинили весь украинский народ народ него я же вам не-не-не-не-не вы перемотать но был хитрожопым минутку кто представлял народ в тот момент государства я никогда не взялись они я же как раз они казалось государство я не сказал народ я не сказал страна с говорите про людей эти люди едва я вам напомню что в украине были выборы в отличие от других местах вот и еще раз никто на украину с вас запада наступать не собирался но что это совершенно другая реально а с россией садрами носка ну как выяснилось до собирались или не собирались как выяснилось да сколько лет собирались товарищу товарищу путину украина стала поперек горло в 2004 году где было я могу раз не было разведка украины еще раз я даже сегодня не знаю буду могу быть с семи пядей во лбу что творится в голове у товарища путина где разведка 2004 минут дайте я начал дать я начал закончу в 2004 году лично путину украина стала поперек горло потому что его дважды публично обделали а зачем он дважды он дважды поздравлял януковича с победой на выборах он сильно давил он в него он за него вписывался он сильно давил чтобы янукович был избран это не произошло первый раз отменили второе результаты второго тура после того что он его поздравил второй раз он его поздравил не до счетов до гола голоса и выяснилось что его дважды обосрала украина а путину очень злопамятный товарищ это все говорят все кто с ним когда-либо имел дело но давай давайте без вот этого смеха но мне нравится про человек в своих рассуждениях я просто с вас кайфую вот я с вас как я тоже кайфу и следит царёк следит царёк который очень умно очень планомерно подобрал под себя всю страну там со своим кооператива мой озеро еще там не за 500 человек которые с ним работают все это дело управляет всей страной но не то что управляет комбинации на мелочи скажу сколько в сайт у вас ездите у вас есть дети так они ездите да сколько когда у вас ребенок родился сколько вам государства заплатила за ребенка мои дети здесь не рождались не рождались не знаю а у меня рождались мне еще и что они мне счет только прислали мне ничего не заплатили да вот это и то есть это нормально я не подождите мне нет о чем я вам сейчас скажу еще раз то есть цари которые заботятся о своем народе не просто кость бросят а как-то заботятся о демократическом кризисе о всем остальном прокладывают дороги строят города у нас тоже самое я не знаю в каком вы городе живете но вы когда вот едете на машине по городу вы видите нищих бездомных нет нет у меня нет 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 в сан-франциско давно было нет сам танца лучи сан-франциско давно бывали никогда детройт нью-йорк даллас нью-йорке бывал кандалас дала себе бывали далась я вдала себе два месяца назад меня удивило и такого нью-йорке не видел количество бездомных хочу к чему вы это ведете я не совсем понимаю я вам просто говорю что вы говорите там царёк а вот здесь у нас тоже царь но у нас тоже вот знаете есть и там не хватает и тут не хватает понимаете можно объяснить все нельзя за всем уследить пусть царь хороший бояре пусть царь там рулит мне по барабану я вам еще раз говорю я не хочу чтоб те ракеты какого бы они царского производства не были падали бы мне на голову и я тоже не чтобы мое правительство сделала все чтобы эти ракеты не были ни на кубе не на венесуэле последний раз ради этого пожертвовали чехословакии а потом и польшей и результаты мы все помним кстати и наши и и и вы плохо историю знаю хорошо я очень я и вообще не знаю я вам говорю мне как простому американскому а бывало вы и слышали про то что в венгрии чехословакию дербанила мне мне об этом почему-то никто не напоминает вы знаете вот вы слышали праву я вам объясню потому что потому что допуская такого диктатора до всевластия вы приносите войну себе домой вас сильно за же обвязывались дважды сша дважды в войну в европе не потому что это была прямая угроза моментальная угроза американской территории с японии до япония нападала на на американскую территорию немцы еще не успели а а товарищ жириновский вам сегодня объясняет что нужно сначала украину потом восточную европу потом всю европу а потом и сша сдастся кто говорит это жириновский какая у него должность него должность депутат государственной думы лидер одной из четырех фракций которые входят так сказать коалицию и у него раньше была должность минутку минутку у него раньше была должность за там заместитель председателя госдома вице-спитер какая-то власть за непонял вопрос алина на датель на я то есть они это в него делают законы в сша тоже сенат на законодательный это это в россии не так сейчас это законодательная власть и это резин законодательная власть которая пишет законы на йод представление все остальное есть исполнительная власть это министерство это кабинет министров это премьер-министр это исполнительная власть есть президент от вот одежда всем или вы вы ведете совсем не о том жириновский известен тем что он озвучивает совершенно бредовые вроде бы мысли которые на самом деле пробные шары который то что озвучил жириновский пять лет назад произошло через пять лет то что он озвучивает сегодня произойдет через еще три года если как бы общество поддерживает если вот это вот истерия продолжается то будем вперед двигаться таким образом позвонил я здесь смотрел такие выжимки с украинского телевидения где представитель армии украины представить причем не маленький по моему то ли начальник генштаба то ли еще что-то в этом духе то ли министр обороны давал интервью корреспондент не корреспондент интервьюировала его девочка там но и он не спрашивают вы бы хотели прокатиться на абрамсе по кричать и поэтому по арбату углидах хотел да теперь представьте жириновскому жириновский отвечая и ничего россия по этому поводу не сказал россии пофигу собака лая россия это говорит вы плохо слышит а если жириновский я слышал про эту историю смотри никами и вы не смотри на украинском телевидении а на российском 50 раз не смотрите скобееву она на это на экспорт я не просто я слышал об этом говорящих гораздо более так сказать серьезных хорошо почему тогда представитель украины причем на самом деле находящийся у власти может делать такие абсурдные заявления человеку понравилась шутка а пошут один раз пошутил то есть когда жили жириновский глупость говорит это не шутка когда здесь говорит еще раз если бы жириновский брякнул бы один раз я бы сказал ну бывает у всех случается вот не подумал как сказать но он же это несет постоянно я помню жириновский а 90-е годы сказал что российский солдат будет мыть сапоги в индийском океане с того времени сапог да нету не сапог низкого не общем то есть я понял вы считаете что самая правильная позиция сша это закрыть границы подгородиться от всего мира сказать делайте там что хотите нас только не трогайте и тогда у нас ракеты падать на голову не будет нет нет я считаю самая главная позиция сша это договариваться договариваться это значит взаимные уступки так что настолько скинь можно договариваться с кем договариваться с россией россия договороспособна а почему путин несколько раз по моему несколько лет был на тайм-магазин знаете тайм-магазин да и что но в минутку россия вы не отвечаете на мой вопрос россия договороспособна конечно а где она нарушила договор с конечно да но слушайте но ей богу но это уже смешно россия уважаем россия начиная становиться с вами скучно мы перемалываем одну и ту нет потому что много не наговорить в речи о которых прекрасно знает вас россия нарушила 400 ванну очень нарушила 400 договоров ранее мне было бы стыдно за врачи и она ручила 4 если моя бывшая страна ведет себя как гопник она именно так себя ведет сегодня если бы моя бывшая страна в 2000 году когда товарищ путин говорил с с американцами как как человек и как партнер я был только за него не было мне никаких против проблем там такая власть всякая власть путин ельцин жириновский на здоровье нет у меня проблем живите как хотите я оттуда уехал по своим причинам и все но когда этого когда эта страна начинает лезть куда только может куда только может потому что она считает что она великая я извиняюсь на кого такое у меня кому позволено лес куда только может кому позвать никому не позволено но если одна сторона какая-то лезет то это не значит что остальные должны делать то же самое если они такие белые пушистые так пусть не лезут пусть покажут пример пусть переговариваются удачи вам но я понял я пошел